Привет, друг! Ты на канале Катя Математички и сегодня мы с тобой разберемся, как сдать ЕГЭ по базовой математике в 10 классе и больше не париться, кому это нужно и зачем. Давай обо всем по порядку. Начнем с самого главного вопроса. Зачем сдавать базу именно в 10 классе? Ну, во-первых, это освобождает тебя от лишнего стресса. Каждый экзамен это в любом случае стресс, плюс математика часто плотненько стоит с другими предметами. И к тому же это освобождает тебе время на изучение нужных для тебя предметов в 11 классе. Что нужно сделать, чтобы сдать ЕГЭ в 10 классе? Ну, во-первых, подготовиться к нему это 100%. Вы можете обратиться к своему классному руководителю, к директору школы, к заучу, к тому человечку, с которым у вас хорошее отношение. Да, даже если не хорошее, то в любом случае официальный момент. Вы с ним точно можете прийти к своему классному руководителю, сказать, что вы хотите сдавать базовую математику в 10 классе, написать заявление и она уже дальше его передаст. Какие есть риски при сдаче базовой математики в 10 классе? Ну, смотрите, если вдруг вы не смогли сдать базовую математику, то есть не преодолели минимальный порог, то вы сможете ее пересдать только уже в следующем году с основной волной 11 классников. Ну, а если вы набрали балл, который переходит порог, но он для вас плохой, то есть, например, вы сдали на 3, а хотели на 5, пересдать базовую математику опять-таки уже не получится. И есть еще один маленький нюанс, что если вы в следующем году подумаете сдавать профиль, то после базы в 10 сдать профиль в 11 тоже уже будет нельзя. То есть, принимая решение о том, что вы хотите сдать экзамен именно в 10 классе, вы должны быть точно уверены, что в следующем году ваше мнение не поменяется. Ну, а как же в 10 классе подготовиться к ЕГЭ по базовой математике? На самом деле все очень просто. Большинство тем, которые используются в этом экзамене, вы уже изучили с 1 по 9 класс. И снова там может быть только стереометрия, производная и логарифмы. Это, так скажем, такие три темки, которые изучаются в 10-м, в 11-м классе. Но многие изучают производную в 10-м, стереометрию вы тоже начинаете изучать в 10-м. И, скажем по секрету, задачи в базовой математике не прям какие уж сильно проблемные по этим темам. Если вам нужно сдать на порог, то эти темы вообще даже вас касаться не будут. И при желании даже на четверку можно сдать, не зная этих тем. Потому что кто знает, какие задания вам попадутся. Например, в задании, где могут стоять логарифмы, может стоять и, там, например, какое-то степенное выражение. Где могут быть логарифмические уравнения, может стоять и показательные уравнения, или квадратичные, которые вы умеете спокойно решать. И если вы все-таки решили готовиться к ЕГЭ по базовой математике, то что вам нужно сделать? Первый, это, конечно же, написать пробник. ЕГЭ состоит из 21 задания. В целом он пишется достаточно быстро. Часа вам точно будет достаточно. Посмотрите на те темы, которые вы совсем не знаете. Выпишите те темы, которые вы точно еще не изучали. Стереометрия, производные логарифмы, о которых я говорила ранее. Ну и обязательно выпишите темы, в которых у вас появились ошибки. Третий пункт, это систематически изучать весь материал. Четвертый, это, конечно же, его повторять и изучать те темы, которые вы еще не проходили. Ну и пятое, записаться на курс Кати математички, потому что на этом курсе проходится все для базовой математики с нуля до уровня экзамена за 3,5 месяца. Потому что всего лишь 3,5 месяца достаточно для того, чтобы изучить всю теорию и всю практику для ЕГЭ по базе. На этом у меня все. Хочу сказать, что если вы будете следовать этим советам, то у вас точно все получится. Ведь главное, это ваш настрой к этому самому обучению. Ну и, конечно, не забывайте, что множество полезных материалов, тестиков, шпоров, файлов, видеоразборов и всего остального вы можете найти у меня в телеграм-канале или в группе ВКонтакте. Все ссылочки находятся в описании. С вами была Катя Математичка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok